всем огромный привет сегодня у нас бюджетный планшет пилбокс яхпад 13 или еще его называют яхпад пилбокс 7 покупал я его но на focal price также он есть на пандавилл в принципе планшет уже выложил я ролик о том что пришлось его прошивать пока полностью не удовлетворен но об этом расскажем в конце ролика а пока такое превью то что я хотел бы сделать наверное ну обзора 3 примерно на планшеты бюджетного варианта потому что люди наверное сталкиваются часто с такой проблемой как выбрать планшет в ценовой категории допустим ну будем брать до двух с половиной тысяч не более да то есть примерно ну около 70 75 долларов то есть до 75 долларов этот планшет обошелся мне в 53 доллара но была скидка неплохая на focal price а так в принципе будет такой вот старт с 50 долларов до 75 долларов и пару обзоров еще будет точно о том какой же все таки лучше и какому можно отдать предпочтение по крайней мере хоть мое субъективное но думаю вас тоже она должна устроить и интересовать а сегодня мы переходим уже к обзору непосредственно вот этой уже модели что мы видим экран 7 дюймов разрешение 800 на 480 точек ну понятное дело что разрешение уже для с по современным меркам я бы сказал маловато плюс то что тфт матрица или тфт не выучил я к сожалению как это называется но думаю скоро выучу или матрица вообще перестанет попадаться и не надо будет учить это вот что нам заявляли также камера 0.3 мегапикселя снимая в принципе для наверное для skype я думаю подойдет дальше мы имеем кнопку включения выключения громкости как качелька громкости аппаратная кнопка выключения и плюс зарядная и зарядная вот вход и юсб кабель с помощью которого можно передавать информацию на планшет или также его заряжать далее мы видим микрофон что нам потребуется если мы будем разговаривать по skype на обратной стороне у нас нету камеры у нас пластиковая крышка фирменный логотип и здесь динамик динамик я бы сказал явно не громкий вы это сами дальше увидите все так же у нас есть забил забыл я отметить микро sd разъем для микро sd карты ну и все так же есть вариант планшет планшетовка где продается он с задней камерой и есть еще hdmi ну рабочие они или нет потому что вроде как я слышал на этом процессоре совершенно не должно работать на процессе а алвинар а 13 не должно работать ни hdmi ни вторая камера я такое слышал что работают они или нет это уже дело тех покупателей которые такой купил у меня экземпляр вот такой вот что сразу хотелось бы отметить то что есть неплохие люфты такие прям вот конкретно вот допустим в углах можно поддавливать экран вот прям если он будет сейчас видно это будет отлично вот значит экрана сразу так вот отметаются все плюсы даже ценовые в том что ну экран действительно такого не должно быть есть хоть какой бы планшет не был вот это вминать или еще что то но опять же мы сегодня будем еще отталкивается от цены цена действительно мала поэтому придется нам и такой планшет рассмотреть из заявленных характеристику планшета сразу было видно что модель бюджетная так как мы видим во первых маленькое разрешение экрана для нового времени сейчас 21 июня 2013 года это явно маловат процессор алинар а 13 то есть уже мы перешли эту границу и старые планшеты еще делаются на этом процессоре но мы сейчас получили некоторые другие новые процессоры поэтому уже потихоньку от этого отстранились а также 512 мегабайт это оперативной памяти сейчас в принципе нормальные телефоны еще поддерживает такое точнее есть у них наличие такой небольшой памяти оперативной ну а для планшета я бы уже сказал маловато ну и бюджетная матрица у экрана я уже об этом говорил также всего 4 гигабайта флеш накопителя ну и все в принципе также мы имеем способ выхода в интернет через 3g с помощью модема и есть заявлена функция вайфая производитель указал также что мы можем воспроизвести видео в full hd мы его обязательно проверим дальше и также 3d игры ну 3d игры вот это очень так вот размазанное определение 3d игры мне кажется что все таки 3d если 3d игры и 3d игры это розни вот есть такая можно которые в принципе не очень нужны большие характеристики для него чтобы его запустить мы относим понятное дело к 3d играм но если допустим что то серьезное ну пускай принц перси да новую версию запустить то уже возможно и не хватит хотя это тоже 3d игра этот планшет поддержит наверное самые простые 3d игры также еще производитель указал то что 2000 мАч у него аккумулятор и его должно будет хватить на 5 часов музыки и 3 часа видео это так называемые планшеты из категории бюджетных давайте посмотрим вот что у них внутри для начала я бы хотел вам показать тест нене марк так вот опять придется что ли тестить не хотелось бы а нет есть результат смотрите 26 fps что в принципе ну наверное для бюджетного очень бюджетного планшета я бы сказал нормально не будем сильно придираться потому что все таки этот процессор не способен даже точнее видео ускоритель не способен работать наверное на больше 26 кадров в секунду поэтому не будем слишком требовательны вот батареи вообще не пойму что за прикол просто вы включите нене марк и у вас уже пол батареи нету и сейчас он начнет выключаться постараюсь вам показать самые простые игры вот в серии обзоров про бюджетные планшеты мы посмотрим только самые простые тесты то есть вот допустим шнене марк сколько кадров в секунду показывает и то я считаю что для бюджетных планшетов не стоит его смотреть ну и также посмотрим парочку игр самых простых которые должны идти на любой планшет который вы можете скачать бесплатно на плей маркете и запустить и поиграть то есть не будем серьезные какие-то приложения брать самое простое что есть давайте посмотрим по-быстрому и больше даже на это не будем отвлекаться и также будет с каждым планшетом который как я сказал мы будем теперь тестировать чтобы найти самый лучший бюджетный планшет так вроде запустилась у нас игра ну давайте сразу играть ну все нормально по-моему работает смотрите я прыгаю опа допрыгался сейчас опа не все шикарно работает здесь не стоит даже придираться все нормально работает выходим то есть сабвей претензий нету если бы еще была у нас батарея более качественная хоть везде не играй то есть на таком бюджетном планшете сабвей серфс идет отлично так и эндри бёрдс старварс это новая версия не стал я скачивать обычный эндри бёрдс решил вот такой вот скачать эндри бёрдс сейчас посмотрим вообще как он пойдет потому что в принципе наверное ничего я думаю сомневаюсь наверное что изменилось что-то от старого эндри бёрдса который раньше был установлен предустановлен на любом устройстве связанном с андроид просто вот вы любой могли запустить и эндри бёрдс уже там сразу был ну и флот ниндзя часто ставили так вот выбираем вот вот и показал он то есть невозможно вот это работать надоело уже с таким планшетом как его можно протестировать если он 10 минут работает и выключается я вообще не представляю подведем итог здесь по итогу я бы хотел сказать одно в плюсах это цена вот не зря я её повторил 3 раза потому что цена здесь главный плюс и больше плюсов у этого планшета нет и не ищите их и не уговаривайте потому что ну нет у этого планшета плюсов давайте дальше пойдемте по по минусам и такой общий итог приведем скрипты и люфты в минусах я отметил ну потому что вы явно видели то что я вам даже на экране показывал что рядом с как вот экран идет тач продавливается греется при работе возможно у кого то не греется но я почувствовал что нагревается ну это даже я бы сказал не такой сильный минус слабый процессор ну в принципе что мы хотели за эту цену больше процессора и наверное за эту цену бы и не поставили тихий динамик да вот здесь вот соглашусь пожалуй тихий динамик действительно вот прям вот соглашусь даже сам с собой вот так получилось и слабый аккумулятор это это вообще здесь просто слов нет я вам пока вот это снимал обзор мне пришлось наверное раза два три заряжать что просто ну хочется снять и чтобы люди вот такую такую ерунду просто себе не купили не потратили просто так деньги он стоит да малых денег я бы сказал но даже таких денег все таки жалко это настолько вот это можно мне если выразить так дно а не планшет вот зарекался что не брать за такую цену планшета но захотелось бы экспериментировать взял и так же если вернуться к минусам я бы здесь еще также уточнил насчет того что прошивка летела моментально и по форму 4pd полазив я увидел что не я один с такой проблемой столкнулся с такой проблемой сталкивались люди повсеместно прошивка слетает вы ставите другую прошивку ищите ее очень долго у меня на этой прошивке который сегодня я вам показывал нету вайфая просто он не работает его придется делать ладно вайфай не беда с аккумулятором что случилось я вроде когда просто пришел планшет я включал смотрел как вот работает до того как мне еще слетела прошивка и в принципе работал он неплохо ну наверное тоже разряжался если в игры играть не так что я вот было чуть чуть не хватало до полной батареи я вам успел показать просто Subway Surf и батарея сразу села только хотел Endry Burst показать один раз стрелял он выключился такого не должно быть возможно да проблема с прошивкой действительно не спорю но и до того как заводская прошивка слетела результаты были ну может чуть чуть лучше но с батареей здесь действительно не ладно 2000 мАч действительно заявлено мало но я думаю скорее всего даже меньше 2000 мАч ну в принципе на сегодня с этим планшетом все мы с этим планшетом наконец так я думаю распрощались теперь как я вам и обещал проведем такую линейку обзоров с бюджетными планшетами надеюсь вот такое вот больше нам не попадется будут более интересные экземпляры и потихонечку мы выберем какой экземпляр среди бюджетной категории до 70 долларов ну ладно там плюс минус там 75 долларов мы выберем какой девайс в этом ценовом диапазоне лучший ну вот такой девайс пожалуйста не берите